К нашему эфиру присоединяется Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Игорь, здравствуйте. Игорь, приветствуем. Здравствуйте, приветствую вас. Игорь, ну, я не знаю, видели ли вы часть сюжета этого, я не знаю, интервью или сказки от дедушки Пескова, каналу «Босния и Герцеговини». Во-первых, почему был выбран этот канал? Ну, другие просто побрезговали, наверное, да? Да, и вообще, о чем это было, для чего? Ну, тут я бы сказала так, сказки «Усотого таракана». Да, почему «Босния и Герцеговини»? Ну, потому что, наверное, единственные, кто согласились. Я думаю, что тут даже вопрос был не запрос от них, а как раз была просьба России, и они искали, кто бы захочет послушать вот этот весь бред, который рассказывал Песков. Понятное дело, что это не отвечает абсолютно действительности, оно оторвано. И это могут только съесть, скажем, россияне, у которых кисель в голове, а все нормальные, адекватные люди, которые привыкли получать информацию с разных источников, критически ее переосмыслять, все прекрасно понимают, что это абсолютно не отвечает действительности. И вот эти слова про то, что там военные действия – это совсем другое, уничтожает города и так далее. В сюжете вы очень четко показали последствия прихода российской армии и того, как она, скажем, не воюет. Но Россия, она пытается что показать? И таким образом действуя? То, что все под контролем, все хорошо, все спокойно. Мы движемся по заранее намеченному плану, у нас нету никаких от него отклонений и так далее. Понятное дело, смотрите, разбитие в пух и прах, его слова очень легко и просто. Просто сравните те заявления, которые были сделаны Российской Федерацией, те требования, которые были выдвинуты в Украине, это же демилитаризация, очень четко сказано также у вас было в сюжете, что подождите, Украина получает новое вооружение, новую номенклатуру вооружения. Как видим, еще даже большую, которую мы просили, скоро и в 16-е будем получать. Поэтому очень смешно слышать о демилитаризации, очень смешно слышать о территориях, которые они захватывают, тут очень смешно сейчас слышать по поводу Бахмута и того, что они что-то там куда-то захватят и так далее, поскольку сейчас, как мы видим, украинская армия их оттесняет, уничтожает постепенно те клешни, в которых находился Бахмут, ну и так далее. Поэтому я много на самом деле могу говорить, по каждому пункту, наверное, по каждому слову Пескова мы можем пройтись и сказать, почему это в целом, скажем, бред. А единственная цель их это попробовать показать, что все как бы у них там, а-ля, там нормально, и все, что мы хотели, все мы делаем. Единственное, то, что можно сказать, что Российская Федерация, она просто меняет цели под, скажем, ситуацию и свои какие-то требования, обещания. Ну, будет очередное освобождение территории, они, наверное, будут говорить, что очень хорошо. А плюс, мне тоже вот интересная ситуация, это свежие сейчас новости, вы, наверное, видите, что происходит в Брянской Народной Республике, которая, очевидно, хочет отделиться от Российской Федерации и которая уничтожает воздушные цели армии Российской Федерации. Ну, сейчас... Вертолет почему-то упал камнем вниз, а теперь то ли сушка, то ли... По-моему, даже два. Два вертолета. Или даже два вертолета. В Питере и бомбардировщик. Ничего себе. Вот, поэтому, ну, надо поздравить Пескова, можно у него было спросить, пускай он расскажет, это была, наверное, отработка, он расскажет, что это была тренировочная миссия, вот, только с живыми людьми, но, в принципе, Российская Федерация, для нее нулевая ценность жизни, поэтому, в принципе, наверное, могут себе и позволить. Окей, а кто целевая аудитория подобных заявлений? Ну, для кого Песков это говорил? Кто должен был поверить его лжи? Смотрите, вот, наверное, они думают о том, что вот такие вот публикации в средствах массовой информации зарубежных стран, они будут влиять как-то на их аудиторию. Да, там, Босния-Гильцеговина, скажем, она, очевидно, в вакууме определенным является информационным, там, ну, там, российские нарративы, силы присутствуют, скажем, присутствует, скажем, российской информации больше, нежели, скажем, украинская. Но мы же прекрасно понимаем, что дальше она никуда не пойдет. Вот, но они покрутят у себя, это, безусловно. Опять же, вот, россияне ее как бы съедят. Но если они ставили себе цель, что это что-то как-то кардинально сильно поменяет, но мы же прекрасно понимаем, что интервью, там, каналу или изданию, там, Босния-Гильцеговина, оно не дойдет до Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, ну, и всех, скажем, других, скажем, стран. Вот, поэтому, скорее всего, это деятельность ради деятельности, для того, чтобы Песков мог потом отчитаться Путину, сказать, что мы что-то делаем, вот, мы там дали, там, значит, сто интервью иностранным изданиям, поставить точку над этим. А Путин, как, скажем, человек, который хочет жить, продолжать самообмание, он не спросит, а в каких это было изданиях? А там окажется, это Босния-Гильцеговина, это там ряд африканских каких-то стран, вот, Беларусь, наверное, туда они запишут, да, ну, возможно, еще там где-то, и все. Понятное дело, что это, в принципе, в основном выстрел, скажем, в воздух, вот, и, ну, никакого результата от этого особо не будет. Но деятельность же нужно какую-то показывать, нужно же как-то что-то отрабатывать, там, зарплату, грубо говоря, вот поэтому и даются вот такие интервью. Ну, возможно, это последние выстрелы в воздух перед тем, как окончательно себе в ноги стрелять будут. Такое дело. Другая тема. Да, давайте поменяем тему. Специальный представитель Китая по делам Евразии, Лихуэй, посетит Украину на следующей неделе с целью содействия мирным переговорам. Кстати, он также посетит, кроме Украины, Польшу, Францию, Германию и Россию. Как думаете, что это будет за визит и почему Россия в этом списке? Ну, смотрите, тут много ничего не нужно, выслагать каких-то больших ожиданий, да, это будет ознакомительный визит. Очевидно, что он сейчас будет ходить в курс дел, будет выслушивать позиции, скажем, всех сторон Украины, в том числе и России. Ну, учитывая то, что именно Россия спровоцировала войну, не спровоцировала, а напала на Украину. Вот, ну, поэтому и Китай как бы заявлял о том, что он будет вести переговоры со всеми сторонами. Ну, поэтому, ну, хорошо, пускай едет, скажем, в Россию. Но мы же понимаем, что окна возможности для какого-то переговора его нет. Россия занимает абсолютно деструктивную позицию. Единственная конструктивная позиция, это может быть то, что Российская Федерация свернет свои войска, оставит всю территорию, скажем, Украины и начнет переговоры о выплате, скажем, репарации. Вот это вот конструктивный подход, но такого его пока нет. Поэтому он поедет, пообщается со всеми, потом поедет еще в Европу. Плюс в Европу, очевидно, там будет подниматься вопрос не только Украины. Скажем, есть отдельный трек с европейскими странами. У Китая это вопрос больше экономического сотрудничества, вопрос определенных геополитических интересов Китая, которые он будет пытаться проталкивать, в том числе, скажем, такой отход Европы от Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть я думаю, что у него достаточно большая, широкая адженда. И вопрос войны в Украине, это, да, скажем, главная тема. Но там еще будут сопутствующие еще подтемы, которые, возможно, даже для Китая в определенной степени будут более, скажем, интересны. Поскольку, опять же, говорить о каких-то успешных, вообще успехах в целом сейчас, учитывая позицию России, абсолютно, скажем, не приходится. Но зато Китай, он будет показывать свою вовлеченность, он будет показывать то, что как страна, которая стремится к геополитическому определенному месту и влиянию, вот он видит проблему, старается ее занимать. Вот даже, смотрите, представите, вот он везде ездит, со всеми встречается, разговаривает, то есть ищет какие-то варианты решения. Мы тут, значит, не просто поставляем там оружие, вот мы все-таки нейтральные, и мы вот пытаемся именно дипломатическим путем найти какое-то решение и компромисс. А, допустим, когда Украина освободит все территории свои, и когда уже там будут продолжения или выход на какие-то, скажем, там переговоры, Китай всегда может сказать о том, что вот мы же тоже были участниками, вот мы же тоже смогли повлиять на какие-то процессы, поскольку сейчас именно вот каких-то решительных шагов или действий со стороны Китая не предусматривается. У них есть реальные рычаги влияния на Российскую Федерацию, поскольку Российская Федерация – это такая зависимая территория от Китая. Они могут теоретически это использовать, но желания пока я не вижу, готовности, даже не сколько желания, сколько готовности использовать как-то давление на Россию, не вижу. Но, возможно, со временем ситуация может поменяться, и где-то в чем-то они там смогут надавить на Российскую Федерацию. Игорь, а ожидать каких-то конкретных изменений после этого визита? Я сейчас говорю в контексте заявления, которое сделал представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жузеп Боррель, о том, что Китай, да, значительное влияние оказывает, но, по сути, упустил возможность посреднической деятельности между Российской Федерацией и Украиной. Ну, я бы здесь с ним не согласился. Он может быть посредником. Почему? Смотрите, у него есть определенные такие successful story. Вот вопрос Эмираты отношений с Ираном, улучшений и так далее. Вот Китай, он, в принципе, включился на, не то чтобы финальных, да, но он уже включился в процесс, который шел достаточно долго. Да, там были разные варианты, не все они как бы срабатывали, да. Отдать должное нужное Китаю он нашел, скажем, подход, определенную формулу, которую приняли стороны. Сможет ли Китай в нашей ситуации найти какую-то формулу? Ну, теоретически, я бы не отбрасывал такой, ну, вариант, вот, но будет ли это какие-то лидерские такие позиции, знаете, вот сможет ли он что-то предложить, такой вау, не думаю. Но поскольку позиция Украины достаточно четкая, четко артикулирована она президентом Зеленским. У нас есть и свой путь, по которому, скажем, мы движемся, у нас есть четкое понимание, когда мы будем готовы к каким-либо там переговорам с Российской Федерацией. Да, я уже об этом неоднократно говорил, не буду повторяться, все это мы зафиксировали. И в данном случае, что бы Китай нам, ну, не предлагал, мы не откажемся от этой позиции, поскольку для нас это принципиально важно. Плюс, мы же подлавливаем здесь тоже Китай. Подождите, вы говорили в своем мирном плане о территориальной целостности и уважении к суверенитету. Говорили, это первый пункт вашего мирного плана. Ну, все отлично, замечательно, мы тоже с этого двигаемся. Вот давайте, когда Россия вернет все территории и будет уважать суверенитет Украины, пожалуйста, мы готовы, значит, к диалогу. То есть, мы готовы к этому диалогу, Россия не готова. Вот, пожалуйста, влияйте на Россию и давайте мы будем видеть какой-то от этого, скажем, эффект. Поэтому медиатором, определенно, ну, одним из, вот одной из стороной, одним из переговорщиков Китай может быть. Но взять на себя лидерство он пока не может. Вот здесь, вот в этой части можно с Боррелем согласиться, поскольку лидерство здесь за Соединенными Штатами Америки, за Европейским, скажем, Союзом, за всеми нашими партнерами, за восточноевропейскими странами. Здесь отдельно их нужно отметить, и Балтийские страны, здесь и Польша, и Чехия, Словакия, Румыния, да, которые очень много предоставали, скажем, помощи Украине. Вот это действительно правильное лидерство, конструктивное лидерство, проактивное лидерство. А у Китая все-таки оно пока было не проактивное. И, ну, давайте тоже не забывать, что практически год Китай ничего не говорил. Он не высказывался сразу после начала агрессии, он не заявлял никакую позицию. То есть только через год он вышел уже с какими-то инициативами. И это здесь тоже слабая сторона Китая. В вопросе лидерства именно. Но она может быть не слабая с точки зрения понимания механики и выхода на какие-то. То есть они уже видят и понимают. Да, Украина, скажем, она выстаивает. И они посмотрят еще, как будет наступление проходить, какие будут результаты. И от этого они уже будут корректировать. Но, опять же, мы должны тут помнить, что у Китая есть реальные рычаги влияния на Российскую Федерацию. Вопрос в другом. Хотят они ими воспользоваться или не захотят. А если у них они будут реально выгоду видеть, то есть они здесь надавят как бы на Россию, она пойдет на то, на то. Это будет хорошо воспринято. И мы сможем это выдать полностью за свою, скажем, победу. Вот такой вариант абсолютно можно рассматривать. И тогда мы будем иметь уже какие-то конкретные результаты. Игорь, спасибо вам большое. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенная Украина.